Сегодня главный лечебный 12-этажный корпус Пинской центральной больницы, блок А, практически готов к реконструкции. Это потребовало немалых усилий нескольких лечебных учреждений, которым пришлось временно менять прописку, чтобы на освободившихся площадях разместились отделения главного стационарного комплекса региона. Благодаря, может, слаженной работе нашего строительства номер два, как подрядчика и заказчика УКСа города Пинска, мы все-таки надеемся на то, что демонтажные строительные работы будут завершены раньше срока запланированного, для того, чтобы не только коллектив центральной больницы, но и жители города Пинска увидели и сравнили то, что было ранее, то, что мы уже будем с вами воочию наблюдать после проведенной реконструкции. Что же предусмотрено проектом? Какой же будет наша 12-этажка? Именно так называют ее пинчане, несколько поколений которых поправляют в ее стенах здоровья. Идем в ногу со временем и внедряем передовые технологии при реконструкции. Это и обратную связь пациента с медицинскими работниками. И мы, в принципе, эту технологию внедрили при строительстве инфекционного корпуса. То есть пациент, находясь на своем кое-каком месте, может без проблем вызвать средний медперсонал, врачебный персонал. Предусмотрено и еще одно новшество – уникальная система кондиционирования. Мы с проектантами нашими обсуждали установку сплит-системы. В каждой палате будет подведена вентиляция с кондиционированием и охлаждением палаты, помещений для более комфортного пребывания. Реконструкция подразумевает и оснащенность новым современным оборудованием, которое будет установлено. В адрес заказчика УКСа мы подготовили техническое задание на закупку в рамках реконструкции лечебного корпуса. Позволю себе сказать тяжелого оборудования. Тяжелое в плане дорогостоящего. Это оборудование высокотехнологичное. Мы с коллегами проработали вопросы в плане установки нового оборудования в операционный блок. Это будут сплит-системы установлены, это будут ламинарные потоки установлены. После реконструкции в центральной больнице вместо отслужившего свой срок появится и новый томограф. Обновятся или дополнятся новым оборудованием и другие службы. Оборудование травматологического, это астроскопическая стойка, которую мы запланировали на закупку в рамках реконструкции. Это микроскопов термологический для выполнения высокотехнологичных операций. И этот список можно продолжать. Все будет сделано в соответствии с новыми современными нормами и требованиями, которые сегодня предъявляются к практикующей медицине. И пусть все это у нас получится. Благодаря огромным средствам, порядка 150 миллионов рублей, выделенных облсполкомом и государством, жители региона получат еще одно стационарное учреждение высокого уровня качества оказания медицинской помощи. Мы будем счастливы. И вообще скажу, что город Пинск, как никогда, наверное, принимает усилия, местная наша власть исполнительно, на систему здравоохранения. За последние два года, проанализировав онкологический диспансер, заново треконструирован, строительство инфекционного корпуса на 80 с современными требованиями и условиями пребывания, строительство детской больницы, реконструкция, капитальный ремонт. Сейчас 12-этажный корпус нашей лечебной, поликлиника номер один.